Совбеза он не может даже пока на словах осудить Сирию за химическую атаку в провинции Идлиб. Любые попытки внести подобную резолюцию блокирует Россия. Тем временем президент США Дональд Трамп якобы заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии. Передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Поплатится ли администрация Башара Асада за содеянное, расскажет Сергей Ауслендер. Попытка внести резолюцию, осуждающую Сирию за бомбежку Идлиба, в Совбезе ООН провалилась. Великобритания, Франция и США предложили проект, но Россия дала понять, что применит право ВЕТА. Вместо этого Москва представила свой текст, который носит декларативный характер и не призывает ни к каким действиям против Дамаска. Руководствуюсь исключительно и только фейковой информацией, вот этими информационными вбросами. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, который носит абсолютно откровенно антисирийский характер и способен еще больше накалить и так непростую военно-политическую ситуацию в Сирии и в регионе в целом. Накалять кажется уже дальше некуда. Информация, поступающая из Хан-Шейхуна, это город, который подвергся бомбардировке, ужасает. Минимум 150 погибших, среди которых много детей, сотни пострадавших, причем врачи до сих пор не понимают, какое вещество было использовано и как лечить этих людей. Когда самолеты нанесли первый удар, наша команда была на месте. Три человека из службы спасения первыми добрались туда, где взорвалась ракета. Это было химоружие, но они не знали об этом и потеряли сознание. Когда мы прибыли, то стали эвакуировать пострадавших. Мы видели, как изо рта у них идет пена. Вашингтон в бешенстве. По мнению американской администрации, Дамаск нарушил все запреты и перешел все красные линии. Кошмарные кадры из Идлиба уже взбудоражили общественность Европе и Америки. Особенно западных политиков возмущает позиция Москвы, которая покрывает преступления сирийского режима. У нас нет никаких сомнений, что вся ответственность за этот ужасный инцидент лежит на сирийском режиме во главе с Башаром Асадом. Для России самое время хорошо подумать о дальнейшей поддержке Дамаска. Пока так и не ясно, как отреагирует Запад на атаку Идлиба. Очевидно, что оставить без реакции такое ни Европа, ни Штаты не смогут. Во всяком случае, президент Трамп уже заявил, что действия Дамаска не останутся без ответа. Источники в израильской армии утверждают, что химическое оружие в Идлибе использовали именно сирийские правительственные силы. Но даже если принять во внимание версию россиян, которые утверждали, что сирийская авиация не использовала оружие массового поражения, а лишь атаковала склады, где оно хранилось, все равно получается, что режим Асада совершил тяжкое преступление. Выходит, что сирийские военные знали, что они бомбят, а значит представляли себе возможные последствия. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.